Добрый день! Сегодня я хочу с вами поделиться несколькими удивительными фактами из истории научных открытий. Древнеиндийские трактаты всегда пользовались особой популярностью и по праву считаются лучшими собраниями знаний человечества. Может показаться удивительным, но о многих появившихся относительно недавно научных понятиях, например, таких как гравитация и скорость света, индийцы знали за многие столетия до открытия этих явлений. Остается только удивляться и внимательнее читать древние трактаты. Клонирование и дети в пробирках обсуждались еще древними индийцами. Одним из главных примеров концепции клонирования, упоминаемого в Древней Индии, является эпическая поэма Махаба Харта. В Махаба Харте женщина по имени Гандхари родила сотню сыновей. Согласно этой истории, чтобы создать этих сыновей, один эмбрион был разбит на сто различных частей. Затем разделенные части выращивали в отдельных контейнерах. Ригведа, один из священных текстов Древней Индии, рассказывает о трех братьях по имени Рубху, Ваджра и Випху. Три брата клонировали свою корову, чтобы получить более вкусное молоко. Согласно этой истории, была взята кожа с задней части коровы, а клетки, взятые из нее, были размножены, чтобы создать новую, идентичную корову. Английский перевод древних стихов гласит, из кожи вы образовали корову и снова вернули мать к своему теленку. Что еще более удивительно, эта концепция упоминается в семи разных стихах разными авторами. Это указывает на то, что концепция клонирования была хорошо известна в течение длительного периода времени, поскольку все эти мудрецы при их жизни знали и писали об этом. Что взлетает, должно опуститься. Когда сегодня человек слышит слово «гравитация», первое, что приходит ему на ум, это либо сэр Исаак Ньютон, либо Джон Майер. Хотя они оба внесли огромный вклад в привлечение внимания к гравитации, древние индийские тексты подробно расписывают эту концепцию. Почти за тысячу лет до Ньютона был индуистский астроном и математик по имени Вараха Меххира. Он чувствовал, что на Земле должна существовать сила, которая позволила бы всем держаться на Земле и не улетать. Однако он не смог назвать эту силу и в итоге перешел к другим исследованиям. Несколько лет спустя Брахмагупта, который был не только астроном, но и математиком, писал, что Земля является сферой и обладает способностью притягивать объекты. В одном из своих многочисленных заявлений он утверждал, что тела падает на Землю, поскольку это заложено в природе Земли. Точно так же, как в природе воды заложено то, что она текла. Расстояние до Солнца Мечта путешествовать по космосу и добраться туда, где никогда никто не был раньше, несомненно, является повсеместно распространенной. Приведем интересный факт о космических путешествиях. Древние индейцы смогли измерить расстояние между Землей и Солнцем. И их цифры пугающе похожи на то, что знают современные ученые. В Рамаяне, еще одной эпической индийской поэме, упоминается расхаз о Ханумане, который проглотил Солнце, думая, что это плод. В стихе древнего текста говорится, Солнце, которое сидит на расстоянии юга с Ха Сра Йоджан, было проглочено, будучи принятым за сладкий плод. Одна юга определяется как 12 тысяч лет. Одна с Ха Сра Юга 12 миллионов лет. С другой стороны, один Йоджан составляет примерно 13 километров. Согласно выше приведенному стиху, юга с Ха Сра Йоджан будет означать 12 миллионов умножить на 13, что соответствует 156 миллионам километров. Согласно тому, что ученые знают сейчас, расстояние от Солнца до Земли составляет 149 миллионов 600 тысяч километров. Сами понимаете, что цифры расходятся не очень сильно. Пластическая хирургия в Древней Индии. Звучит вообще интригующе, согласитесь. В Древней Индии был медицинский текст, в котором было подробно описано медикаменты и методы хирургии, используемые в эту эпоху. Он считается одним из самых важных медицинских руководств, сохранившихся с тех времен. А уникальным этот текст делает, по сравнению с другими, количество деталей, которые входят в концепцию хирургии, ее процедуры и ее инструменты. В нем даже говорится, что студент, который хочет узнать о человеческой анатомии, должен рассечь мертвое тело. Только спустя тысячу лет появляется Леонардо да Винчи, который изучал анатомию человека, выполняя хирургические процедуры на мертвых телах. В тексте даже обсуждается концепция пластической хирургии, и говорится, что реконструкцию носа можно сделать, используя кожу со щек. Имеются также свидетельства о находке просверленных для использования коронок зубов. Возраст которых составляет почти 7 тысяч лет. Открытие нуля. Ноль, как полноценная цифра, впервые использовался древними индийцами в их десятичной системе. В большинстве цивилизаций по всему миру никогда не было подобного понятия. В 458 году нашей эры в космологическом тексте впервые было упомянуто понятие нуля. Однако его современное происхождение можно отнести к астроному и математику Ариабхатте. Затем концепция распространилась по всему миру. Примечательно, что хотя использование нуля распространилось по всему миру, многие европейские страны сопротивлялись введению этой цифры. Флоренция и Италия даже запретили ее использование. Последовательность Фибоначчи Те, кто читал книгу или видел фильм «Кот да Винчи», наверняка слышал о последовательности Фибоначчи. Это по существу серия чисел, где каждое число является результатом сложения двух предыдущих. Что особенно удивительно и довольно шокирует в этой последовательности, так это то, что ее можно найти во всей нашей Вселенной. От форм целых галактик, таких как Месье 74, до ураганов, везде можно найти так называемую спираль Фибоначчи. Можно даже увидеть, как она используется в некоторых из самых известных картин в мире. Хотя мир знает, что эта концепция была открыта Леонардо Пизана, на самом деле она была подробно описана в древнеиндийских текстах. Самое раннее известное открытие этой последовательности приписывается Пингала, который жил примерно в 200-х годах до н.э. Но более ясную версию можно увидеть в работе Верханки. В конце концов, Леонардо Пизана, который изучал древнюю математику во время своего пребывания в Северной Африке, осознал и усовершенствовал то, что известно сегодня как последовательность Фибоначчи. Мир атомов Канада Как известно, открытие атомов произошло относительно недавно. Но так ли это? За столетия для Даджона Дальтона, которому приписывают открытие, в древней Индии родился человек по имени Канада, разработавший теорию о бесконечно малых невидимых частицах, присутствующих повсюду. Он назвал эти частицы «Ану» и предположил, что их нельзя уничтожить. Он также разработал теорию о том, что у этих частиц есть два двойственных состояния. Одно состояние покоя, а другое состояние постоянного движения. Далее он даже пришел к выводу, что именно эти частицы, когда они объединяются по определенной формации, создают то, что он называл «двянука», то, что сегодня известно как «двуатомная молекула», и «трианука» — «трехатомная молекула». Место Земли во Вселенной Общеизвестно, что Коперник — первый человек, предложивший геоцентричную модель Солнечной системы, в которой Солнце находится посередине, а планеты окружают его. Тем не менее, в Ригведе впервые была расписана подобная концепция. Согласно стиху в Ригведе, Солнце движется по своей орбите, которая сама также движется. Земля и другие тела движутся вокруг Солнца из-за силы притяжения, потому что Солнце тяжелее их. В другом стихе говорится «Солнце движется по своей собственной орбите, но удерживает Землю и другие небесные тела, чтобы они не сталкивались друг с другом посредством силы притяжения». Невольно напрашивается вопрос «Что еще нам не договаривают?» «Что еще сокрыто от нас на пыльных пылках древних библиотек?» Мир вашего дому! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok